Эти спортсмены уже чемпионы. Каждый из них имеет золотые знаки ГТО. Лучшие из 38 муниципалитетов Краснодарского края участвуют в первом фестивале чемпионов. Спортивный праздник проходил в течение двух дней на Лобинском стадионе. Здесь находится центр тестирования ГТО. Разрешите мне по поручению главы муниципального образования Лобинский район Владимира Владимировича Забураева поприветствовать вас на нашей Лобинской земле. Для нас отрадно и очень почетно принимать подобного рода соревнования. По два спортсмена от каждого района. Мужчина и женщина. Наш муниципалитет представляли Роман Романин и Татьяна Каледянова. Замечательное настроение, несмотря на такую холодную погоду. Настроение замечательное, бодрое. Рвемся в бой. Я сам, как начальник отдела, хотел бы показать пример населению. Я сам вызвался участие за город. И эти соревнования среди чемпионов. То есть, эти соревнования, кто уже обладает золотыми знаками отличия. Это первый был критерий, чтобы допустить к этим соревнованиям, у тебя должен быть золотой знак отличия. То есть, сюда приехали лучшие. У кого золотой знак, и я как бы тоже имею золотой знак. Я выполнил на золотой знак отличия. И хочу дать пример, что я буду участвовать, показать на цели максимально высокий результат. Возраст участников от 18 до 59 лет. Первый день самый насыщенный. Соревновались чемпионы в беге на 3 километра, в гибкости, отжимались и делали упражнения на пресс. Мужчины подтягивались на перекладине и работали с 16-килограммовой гирей. Участие лидеров – пример для многих. И представители Краевого министерства физкультуры и спорта подтверждают это. Лобинск для Краевого фестиваля выбран не случайно. Хорошая база, хорошие результаты муниципального образования, ну и желание самого муниципального образования принять данное мероприятие. Фестиваль проводится и преследует несколько целей. Во-первых, популяризация здорового образа жизни, привлечение к систематическим занятиям физической культуры и спортом, а также выявление сильнейших спортсменов и команд муниципальных образований по реализации комплекса готова. Второй день – одна дисциплина плаваний на 50 метров. Пока спортсмены разминаются, узнаем о выборе и взгляде на весь комплекс в целом. Фишка в том, что люди должны приобщаться к здоровому образу жизни. И вот ГТО как раз помогает осознать важность спорта в жизни, как это нужно и полезно для современного человека двигательная активность. Мы вчера сдавали нормативы, это был пресс, наклон, растяжка и отжимание, и бег на 2 километра. Все прошли успешно, и это заключительное испытание – плавание. Плавание тренирует всю группу мышц, очень хороший вид спорта, поэтому я его выбрала. Обязательно сдавать всем нормативы, значит, без исключения возраста, от мала до велика, до 70, до 80. Я занимаюсь любительским бегом, и вот эти соревнования по различным видам ГТО – это новый уровень, новое направление, в котором хочется себя испытать, посмотреть, может, кроме бега, еще чем заняться – плаванием, триатлоном, допустим. Вода отличная, бассейн прекрасный, настроение замечательное, здоровый дух, здоровое тело, готов к бою. Вообще приятно здесь очень, приятно в любом виде, в любом возрасте, мне очень приятно себя почувствовать среди тех, которые точно так же могут быстро плавать. Мы смотрим Олимпийские игры, но когда ты сам принимаешь участие, пусть не на Олимпиаде, а вот в таких соревнованиях, ты понимаешь, насколько ты силен, и тогда уже понимаешь тех, которые выступают там, когда ты смотришь это все с экрана телевизора. Сегодня движение ГТО объединяет тысячи людей. Тесты на силу, выносливость и скорость говорят не только о физической форме. Желание быть лидером – движущая сила. Превзойти соперников, доказать, что ты сильнее. Судьи отмечают – уровень высокий. А ведь фестиваля такого масштаба еще не было. Это впервые в Краснодарском крае, первый фестиваль. Да, поэтому мы учимся, как и спортсмены. Отношение очень хорошее, доброжелательное. Все участники подготовлены, показывают достаточно высокий уровень подготовки. А это, конечно, радует и нас, как судей, ну и, очевидно, их болельщиков. Лабинские спортсмены, видимо, еще на старте знали, что станут первыми. Они действительно заняли первое место в общекомандном зачете. Вот они – Татьяна Каледенова и Роман Романин – поднимаются на верхнюю ступень пьедестала. Вторыми стали чемпионы из Славянского района. На третьем месте – представители Абинска. Команды награждены кубками, медалями и грамотами Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. Чемпионы, бьем, ура! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова